Всем привет! Сегодня у меня на канале очередное видео. В этом видео хочу вам показать вот такие вот два фотоальбомчика, файловые, простые. И заодно расскажу вам про мастер-класс, который будет по одному из этих фотоальбомов. Кому интересно, продолжайте просмотр. Я раньше не делала файловые фотоальбомы, не переделывала, как-то у меня руки не доходили. Ну и мне неинтересно было, если честно. Но как-то в один момент я подумала, почему нет, надо попробовать переделать какой-то фотоальбомчик. Тем более, мне кажется, это интересно было бы посмотреть и процесс работы и так далее. В общем, я решила переделать. Взяла я вот такие вот обычные, самые обычные, смотрите, какие вот невзрачненькие, да, фотоальбомчики. Они вот даже какие-то некрасивые мне попали, здесь вот края ободранные. Из вот таких вот невзрачных альбомчиков я решила переделать и сделать красивый фотоальбомчик, который не стыдно подарить. И, между прочим, очень легко сделать самим дома, даже если вы не занимаетесь скрапом. Это очень легко. И вот по этому фотоальбомчику будет у меня мастер-класс, ну или процесс его создания я вам покажу на видео. Вот, смотрите, какой красивый фотоальбомчик у меня получился. Такой вот для малыша, для мальчика. Я так думаю, что можно здесь хранить даже фотографии с рождения буквально. Давайте покажу его внутри. Вот такой, смотрите, красивый он внутри. Здесь кармашек, да. Также здесь есть вот такая вот бирочка или тэжик, где можно написать имя, дату рождения и так далее. Честно говоря, у меня бумаги оставалось совсем немного от этой коллекции. Коллекция сейчас вы видите на экране, просто я немножко забыла. По-моему, скрап мир и как-то она называется, вот сейчас увидите, сейчас напишу, то я забыла. У меня были остатки буквально от этой коллекции, потому что у меня был уже фотоальбом. Я его делала, нормальный, полноценный скрап и фотоальбом на 6 разворотов. И у меня оставалась кое-какая бумага, какие-то карточки, высечки. И вот я решила сделать такой вот маленький фотоальбомчик. И мне кажется, что вполне себе красивый фотоальбомчик у меня получился. Можно сказать, из остатков вообще материалов, потому что я специально для этого альбома не покупала ничего. Ну, за исключением ткани. Ткань у меня тоже, кстати говоря, лежала долго, потому что как-то у меня в последнее время все мои работы, они из кожзама и так далее. И ткань как-то у меня медленно расходуется, она у меня просто лежала. Очень классная ткань, кстати говоря, это фирма Daily Like. Очень классная, очень качественная и плотная. Поэтому вот у меня буквально оставалась, смотрите, одна фишечка, кое-какие вот такие карточки, обрезки бумаги. И смотрите, какая красота у меня получилась. Очень простой фотоальбомчик. Внутри два таких вот блока, видите, сшиты просто одной строчкой. И с обратной стороны тоже здесь такой кармашек и вот такая вот карточка. В общем-то, очень легкий, очень простой фотоальбом. Мне кажется, можно сделать вообще вот кому угодно, даже хотите сделать какой-то подарок кому-то, без проблем. Вообще взяли фотоальбомчики вот такие простые, переделали и сделали вот такую красоту. Конечно, придется вам докупить какой-то набор бумаги, но опять же, для такого небольшого фотоальбома подходит вообще маленькая бумага, чуть ли не 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров. Это такой дешевенький вариант, из которого, смотрите, какая красота получается. И вот такой вот фотоальбомчик у меня получился по заказу. Заказали у меня такой семейный фотоальбом, но в семье, в которой есть девочка, поэтому заказчица сама не знала, будет ли он семейный или она все-таки отдаст его своей дочке. Поэтому я попыталась сделать его таким универсальным. Здесь вот надпись Family, Heart, сердце, да, и надпись на английском. Мне кажется, что это не проблема, что все понимают такие вот простые, несложные фразы. Ну, тем более, что можно перевести там в любом гугле, загуглить и так далее. Мне кажется, что красивый фотоальбомчик получился. Меня попросили сделать в таких нейтральных, нежных тонах, и получился у меня вот такой. Кстати говоря, здесь я использовала ткань тоже фирмы Daily Like, тоже очень классная, качественная. Смотрите, вот такие листики летние. И мне кажется, к этой коллекции, которая немножечко такая розовая, немножечко такая бордовая, немножечко зеленого здесь есть, все это, мне кажется, вполне себе сочетается. Еще здесь я использовала такую вот бумагу, это бумага с фольгированием. Мне кажется, она добавляет такие вот блики. Ну, сейчас, может быть, не видно, у меня освещение плохое, а так, конечно, она переливается вообще вживую. И вот такое вот оформление получилось. Здесь мне также попросили увеличить блоки, добавила я еще один. Получился у меня этот фотоальбом из трех блоков. В каждом блоке по 36 фотографий. Давайте внутри покажу. Также завязывается на ленточку вот такую вот бархатную. И внутри вот альбомчик у меня вот такой вот получился. Захотела я сделать такую вот открывашечку. Мне кажется, это симпатично смотрится. И вот такое вот оформление. Уголочки для фотографий 9х13. А вообще, конечно, фотоальбом рассчитан на фотографии 10х15. Здесь три блока. Вот смотрите, как все красиво смотрится. Тоже все прошито по серединке. Не вижу я смысла прошивать еще где-либо. Вообще, абсолютно. Вот такой вот красивый. И здесь также кармашек. Тоже вот такой вот он у меня переливается. Красиво смотрится. Так что вот такие два фотоальбомчика у меня получились. И скоро на моем канале выйдет мастер-класс по такому фотоальбому. Так что ждите. Сейчас все у меня в процессе обработки. У меня там, в принципе, уже скопилось много разных интересных видео для вас. Просто нет времени их обрабатывать. Ну, а у меня все. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, пальчик вверх. Ну, а кто еще не подписался на мой инстаграм, подписывайтесь. Там у меня тоже много интересных фотографий. Всем пока-пока! Спасибо за просмотр!